Да начнется фарм. Доброго времени суток, дамы и господа. Уверен, вы подлетали к комульбарарнику когда-либо или хотели убить ворлбосса, галеона, шазлости, рухмар, ундасту или налака, а в этот момент вы уже видели либо труп, либо его просто-напросто убивали перед вашими глазами. У меня есть простое решение этой проблемы и это решение будет на текущий момент продемонстрировано. Как мы прекрасно знаем в рамках одной учетной записи Battle.net можно создать много разных аккаунтов посвященных World of Warcraft. WoW-1, WoW-2, WoW-3 это разные учетные записи по WoW-у и само собой эти клиенты можно запускать в том количестве сколько учетных записей у нас имеется. У меня же моя основная учетная запись называется чуточку иначе чем WoW-1, а вот именно вторая уже учетная запись называется WoW-1. И на этой второй учетной записи под названием WoW-1 были созданы персонажи на сервере Дректар. Это французский сервер, на котором не так много людей в целом играет и по своей батл-группе он довольно-таки хорош с целью фарма каких-либо вещей. И в этом макросе, который вы видите на текущий момент, который будет использоваться для инвайтов, прописаны ники тех персонажей, которые находятся у меня рядом с определенными ворлбоссами. На текущий момент по ворлбоссам я фармлю Галеона, Ундасту и Налака. Сегодня на стриме фармил и вот шаман остался последним персонажем, я решил реализовать его для видосика. Как уже было сказано ранее, сервер французский, европейский. И с целью того, чтобы запустить европейский второй клиент, нужно поменять язык. Язык меняется в папке vtf в файле config. Если его открыть с помощью любого текстового документа, изначально там будет ru.ru. Нам же нужно прописать yen.us с целью того, чтобы можно было с помощью вов.exe запустить второй клиент, на котором будет английский текст, английская озвучка и чтобы нас вообще пустило в игру на эти французские сервера. Вот они три персонажа. Галеон, Ундаста, Налак. Пробная учетная запись, реальная, неоплаченная. Оплачивать ее ни к чему абсолютно можно. Спокойно играть персонажами до двадцатого уровня, не оплачивая игровую учетную запись. Мы это знаем прекрасно. Я создал союзные расы и позакидывал их в разные точки в Пандарии. Галеоновский персонаж сидит рядом с Галеоном, Ундастовский рядом с Ундастой, а Налак рядом с Налаком. Целью того, чтобы персонаж оказался на Острове Грома, его туда нужно присумонить. Нужна помощь знакомого человечка. Ну и давайте начнем делать все эти манипуляции. Захожу на персонажа Галеоновского, да начнется фарм. Галеон на месте и это не может не радовать. Само собой, а где же ему еще быть? Ведь это время Хроми. Никто не фармит ворлбоссов Пандарии во время Хроми. Мы знаем, что спаун Галеона 15 минут, поэтому нам просто-напросто никто не помешает сделать это на многих персонажах. Сейчас начнется магия. В основной учетной записи я нажимаю макрос с целью того, чтобы заинвайтить этого персонажа к себе в группу. Тут же я просто-напросто принимаю этот инвайт. Далее на этом персонаже или на основном персонаже, абсолютно без разницы, я включаю режим синхронизации. На другом персонаже его просто-напросто нужно принять. Тут я принимаю режим синхронизации. Вау, Галеон воскрес! Вот это да! Просто-напросто я синхронизировался с французским этим сервером и перенесся на него. Как мы знаем, во времени Хроми наш левел занижен. И если я условно сейчас пулю Галеона, то я буду наносить ему очень мало урона, а он меня просто-напросто убьет. Происходит магия. Прыгаем на ракету или на любого другого двухмясного маунта. Вообще без разницы. Як, мамонт. Можно использовать хоть что. И леваю из группы. Покинуть. Происходит небольшая магия. Мы ждем пару секунд. Спрыгиваем и бежим пулем Галеона. Мы остаемся в том же самом слою. Нам никто не мешает, как мы уже выяснили. И Галеон получает полный объем дэмэджа. Умирает за несколько секунд. Кидаем монетку, лутаем маунта. Не повезло. Повезет на следующей неделе. Идем дальше. Так как у меня уже есть маунт сша, я просто-напросто его пропускаю в ша злости и лечу на Ундасту. Подлетев, я уже заранее, конечно, перезахожу на того персонажа, который тут на ракете сидит у Ундасты. Жму макрос на инвайт, в котором прописаны три никнейма. Альтабуюсь. Принимаю инвайт того же окна. Помогу хотя и с этого включить режим синхронизации. Приму его уже на другом просто-напросто окне Варкрафта. Принимаю. Отлично. Вижу своего шаманчика мейна. Шаманчиком мейном прыгаю на ракету. Покидаю группу. Стрыкиваю с ракеты. И быстро-быстро бегу до Ундасты. Иногда бывает, слой тут ломается. И просто-напросто происходит небольшая ошибка. То, что Ундаста может совейдиться даже при пуле. Сегодня было такое на стриме. Это было довольно-таки интересно. Но самое главное, быстро добежать и успеть ударить. Ундаста убита. Кидаем монетку, лутаем маунта. Не везет. Повезет на следующей неделе. Завершение моего фарма ворлбоссов это налаг. Я прибежал уже к налагу шаманам. Жму макрос на инвайт. Таким образом инвайчу персонажика с другого сервера. Принимаю, само собой, этот инвайт. Включаю режим синхронизации. Могу включить как на той записи, так и на этой. Но в рамках видосика включу здесь. Почему бы и нет. Режим синхронизации успешно сделался. Налаг появился. Вы видели его труп. Так быстро он не резается. У налага динамичный спавн от 10 до 20 минут. Он довольно-таки немножко неприятен в фарме. Прыгаю на ракету. Те же самые действия абсолютно. По кидаю группу. Прыгиваю с ракеты. Бегу до налага. Обидно, что он наверху находится. Приходится камеру вверх задирать. Подхожу к нему, убью его и конечно же лутаю маунта. Да? Не везет. Повезет на следующей неделе. Правильно? Правильно. Уверен, этот способ сэкономит вам кучу времени. Давайте рассмотрим самый негативный тайминг, который вообще в принципе возможен. Например, мы не успеваем на Галеона. Его убили. Нам его ждать нужно минут 15. Далее мы летим к Ша. Это еще минутки 2-3 пока мы летим. И мы условно опять на него не успели. Нам опять не везет. Спавн у Ша от 10 до 20 минут. Само собой. Рассматриваем самую негативную ситуацию. То есть это еще плюсом 20 минут. Суммарно уже где-то выходит ну минут 40 почти. Потом мы летим до он даст. Это еще минутки 3. Потом мы ждем спавн он даст. Это еще минут 15. Так это уже суммарно где-то примерно 60 минут получается. А потом мы летим еще к налаку. И таким образом пока мы летим, это еще минуты 4. А потом его спавн еще. Это от 10 до 20 минут. То есть в итоге суммарно на фарм 4 ворлбоссов в Пандарии можно максимум потратить 90 минут. Это очень много. За 90 минут пользуясь этим методом можно выформить ворлбоссов на шестерых персонажах. То есть мы убиваем Галеона, летим дальше. Ну допустим к Ша вы будете лететь. Я не делаю этого потому что маунт у меня есть. Потом там летим к кундасте, потом к налаку. И в целом да этот процесс занимает примерно 15 минут. Я на стриме летаю Галеон. Он даст налак и трачу где-то минут 12-13. Мне приходится ждать спавн Галеона немножко. Я само собой закину ссылочку на запись стрима, чтобы вы могли глянуть вживую. И да, я там сижу немножечко отвлекаюсь на что-то. То есть мне хватает времени с целью того, чтобы полностью сделать этот цикл. И даже немножко свободного времени остается. Так что думайте. Я же само собой рекомендую пользоваться этим способом. Потому что, а почему бы и нет. Это экономия времени в несколько раз. Это реально круто. Чем быстрее фармишь маунтов, тем больше маунтов получаешь. Такова логика. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.